ЧЕМУ УЧИТ СЕРИАЛ МОНАСТЫРЬ ТОП 7 НАУЧЕНИЙ? КАКОЙ СМЫСЛ НЕСЁТ ЭТОТ СЕРИАЛ? У меня возникает вообще вопрос, несёт ли он что-то вообще? Научение номер один. Монастырь – это не фантастический мир из книжек, а коллектив, в котором реальные люди живут и работают. Эта мысль проходит через весь сериал и раскрывается довольно интересным способом. Начинается сериал нереальными и нелепыми сценами, похожими на дословную экранизацию «Жития святых». Монахи находят возле монастырских ворот блудницу, несут её в монастырь. Блудница пытается соблазнить старца, старец не соблазняется, но зато молодой келейник старца в эту блудницу влюбляется без ума. Затем идёт переходный момент, когда священник пересказывает монастырским трудникам «Житие святого Антония», а трудники иронично комментируют его как простые мужики. Ну, потому что они и есть простые мужики. А после этого начинается очень правдоподобный показ монастырской жизни и того, как складываются судьбы людей до попадания в монастырь и после попадания в монастырь. На учение номер два. Оказывается, в православии есть кекс. Кто бы сомневался? Кекс на букву «С». Понятно, какой кекс. Ну да. Думаю, все поняли, какой кекс. Раскрыты страшные тайны, которые, оказывается, скрывают православные священники. Оказывается, монастырские трудники в свободное от работы время иногда ходят по бабам. Оказывается, воспитанные при церкви детишки, как только достигнут относительно взрослого возраста, начинают испытывать влечение к противоположному полу. Оказывается, молодой юноша, келейник духоносного старца, несмотря на долгую жизнь в монастыре аж с самого детства и самое лучшее из всех только возможных духовное окормление, может безумно влюбиться в первую встретившуюся ему женщину. Причем очень нецеломудренную и не очень православную. Оказывается, девушка, которая воспитывается в монастыре, может флиртовать с доступными ей мальчиками, а эти мальчики студенты духовного училища или семинария, которые приехали в монастырь на учебу или на стажировку. А когда ей это запретили, то обиделась, убежала из монастыря и ведет неблагочестивую жизнь, результатом которой становится где-то нагулиный и ненужный маме ребенок. Оказывается, монах, который священник и идеальный духовник, типа старец, который успешно противостоит будному греху, может со временем решить, что лучше жить не в монастыре, а в своем доме, да еще с женщиной. Оказывается, строгое нравственное воспитание и невозможность удовлетворить естественные для мужчины потребности в интимной жизни могут привести к сексуальным извращениям. Иногда юноша, стремящийся к монашеству, по ночам теребенькает сам с собой. В принципе, так себе извращение. Но юноша еще молодой, еще не знает, что можно и с мужчиной, и можно с домашней скотиной, когда не разрешают с девчиной. Научение номер три. Оказывается, в церкви есть комовство, то есть продвижение родственников на теплые и вкусные должности. Внук священника, стремящийся к монашеству, живет не в общей келье с другими мужиками, а в двухместной келье со своим дедушкой. Теплое место. Да, точно. А игумене женского монастыря оказалась младшая дочь священника. Кто бы мог подумать, который духовник этого монастыря. Удивительно. И показано, как работает система, где царит кумовство православное. Священник приходит в женский монастырь и непринужденно так заставляет игуменью взять к себе в монастырь пожить женщину, которую игуменья брать категорически не хочет. Но не может отказать, потому что она обязана батюшке своей должностью. А женщина, за которую просит священник, это его любовница? Ну, правда, по сюжету фильма она еще не любовница в тот момент. И вообще неизвестно, будет ли любовницей. Это все за кадром. Но у монахинь есть основания так думать, кстати. За постороннего человека просить никто не будет. Может быть, она дальняя родственница батюшки. Или спонсор. Или потенциальная сожительница, к которой батюшка может уйти, если вдруг погонят из монастыря за какую-то провинность. Лучше всего быть родственником, лица, принимающего важные решения. Как келейник Юра или игуменья Елизавета. Если же это не удалось, то надо сильно понравиться таковому, как это сделала Маша. Надо с самого начала не позволять над собой издеваться и собой манипулировать, как это и делает Маша. А иначе заморят до смерти, как монахиню Пантелеймону, которые даже не позволяли лечиться. Очень хорошо помогает в карьерном росте и в выживании, в коллективе токсичном, шантаж и доносы. Выслушатся перед тем, кто вверху, и не дат подсидеть тебя тому, кто внизу. По фильму, когда в монастырь приехал иностранный митрополит, Маша сразу взялась быть его переводчицей, хотя игуменья ей не разрешила. Но Маша не дура, поняла, что в присутствии церковного начальства игуменья ей ничего не сделает, а что после этого пофиг уже, потому что уже будут полезные знакомства, позволяющие на игуменью надавить, а то и вовсе игуменью раздавить. Ха-ха-ха, круто! Все нехорошее очень боится огласки. Если бы Маша не стала кричать, когда ее в карцер посадили, то и сидела бы там до конца своих дней. Если бы не предалось огласке, что монахиня умерла из-за неоказанной вовремя медицинской помощи, то так и сидела бы на своей должности игуменья Елизавета и творила бы все то нехорошее, что она творила в монастыре. А самое забавное-то, что как только случился скандал, так сразу священник, который игуменью Елизавету на должность продвинул, вдруг сразу стал против нее. Я тебя благословил, и я назад свое благословение заберу. Я тебя породил. Я тебя и убью. И пофиг, что это его младшая дочь. А мне пофиг. Просто подумал головой. Вот и думай головой. Он же хоть и чудак, но не дурак. Я решил, что защищать игуменью Елизавету в такой ситуации бесполезно или просто нерентабельно, а своя голова дороже, чем жопа дочей. А когда у отца в Арсенофе появилась такая умная и серьезная гелейница? Или любовница. Пофиг. А мне пофиг. Лично я уверена, что Маша поможет в карьерном росте отцу в Арсенофею. Он еще архимандритом будет, может быть, во втором сезоне, благодаря такой-то Маше. Научение номер пять. Молитвы не работают, и это подтверждается наблюдениями. Люди молятся, и никакого сверхъестественного эффекта не происходит. Может быть, после смерти эти молитвы как-то зачтутся на кастинге, который будет проводить Иисус Христос при приеме в Царство Небесное. Но в земной жизни они себя никак не проявляют. От молитв только эстетическое удовольствие и религиозная экзальтация. Ну, в фильме так показано, и это совпадает с наблюдениями в жизни. Научение номер шесть. Православное воспитание детей приносит больше вреда, чем пользы. Правильную религиозность не гарантируют, но зато дают проблемы в личной жизни почему-то. В сериале показано, как сложилась жизнь двоих детей и одного внука отца в Арсенофии. Старшая дочь воспитывалась в приюте при монастыре, попадьей не стала, работать в церкви не стала, личная жизнь у нее не обустроена и ушла из монастыря при первой же возможности и нагуляла ребенка, который ей не нужен. И пошла дальше пытаться обустроить свою необустроенную личную жизнь. Первая сломанная судьба. Младшая дочь отца в Арсенофия. Ребенок с детства религиозный, даже религиозно-экзальтированный и жестокий. Сделала карьеру в церкви, стала игуменей женского монастыря, где ее религиозная экзальтация и жестокость и пригодились, и развились. После скандала, который не мог не произойти, потому что гадючник есть гадючник в монастыре, кончилась ее монашеская карьера. И она собирается уехать из монастыря на поиски лучшей жизни. Итого, ни личной жизни, ни церковной карьеры. Вторая сломанная судьба. Внук отца в Арсенофия сначала хотел стать монахом, как отец, и некоторое время все было хорошо, но до первой красивой женщины и до первой молодежной компании. После этого сразу разочарование и в монастырской жизни, и в своем дедушке. Сразу начал злоупотреблять в чем только мог злоупотреблять и чуть не помер от передозировки. Третья сломанная судьба. То есть три разных ребенка, три разных способа православного воспитания, а итог один. Все очень плохо. Но зато люди без православного воспитания, пришедшие в монастырь во взрослом возрасте, счастливы и успешны. Отец в Арсенофии стал хорошим духовником, к которому ездят паломники, как к духоносному старцу. Маша легко поборола своих обидчиков в женском монастыре и при желании могла бы в этом монастыре и до игумени дослужиться. Но ей это нафиг не надо, и она просто взяла и отбила от мужского монастыря самого лучшего мужика и обустраивает с ним свою личную жизнь. А для монастырских трудников монастырь – это просто работа с питанием, проживанием и зарплатой, которая даже не мешает им пить и курить. В общем, мораль. Берегите детишек от церкви. Пусть сначала вырастут, выучатся, сформируются как личность и только тогда пусть занимаются серьезно религией, если желание будет. В принципе, в СССР так и было. Сначала получай среднее образование, потом еди на факультатив научного атеизма и на этом факультативе уже изучай религиоведение как таковое, читай уже тогда Библию, монастырские патерики, по учению святых отцов и прочую-прочую литературу. Когда есть базовые знания по истории и литературе и сформировался как адекватная личность. Заметьте, не мы это придумали. Такая практика успешно существовала до нас. Научение номер семь. Тот, кого считают хорошим духовником, типа старец, а то и вообще человеком святой жизни, на самом деле просто демагог и болтун. По поводу образа отца в Арсенофе наблюдается удивительное единодушие у зрителей и комментаторов, независимо от их религиозности и отношения к церкви. Отец в Арсенофе однозначно хороший священник, хороший духовник и не просто духовник, а высшая степень духовничества. Старец и возможно даже человек святой жизни. Все разногласия, как правило, касаются его отношений с Машей. То есть, позволил бы такой священник, как отец в Арсенофе, такой женщине, как Маша, жить в монастыре? Или не позволил? Стал бы он слушать музыку, которую она ему включила, или не стал бы? Остался бы с ней в доме или не остался? Стал бы с ней гулять по улице, держась за руки или не стал бы? Однако, по фильму Отец в Арсенофе успешно только болтает с незнакомыми людьми на религиозно-философские темы и дает С.У., при этом не отвечая за результат следования этим советам. Ну да, классический старец, которому возят полные автобусы паломников. Ой, сколько же я таких старцев и их духовных чат видела за свою православную жизнь? Жалкое зрелище. Жалкое зрелище. Душераздирающее зрелище. Кошмак. А если посмотреть на остальные действия отца в Арсенофе, то ничего хорошего он не сделал в фильме. Дочери и внук воспитал плохо. Никаких сверхъестественных чудес не произвел. Даже никаких пророчеств сбывающихся не сказал. Хотя мог бы. По сюжету, как, например, в фильме «Остров» Павла Лунгина. Что-нибудь мог бы напророчествовать, раз такой святой. Все то нехорошее, что у игуменьи Елизаветы в монастыре происходило, не пресек на ранних стадиях. От Варсенофе ушла жена, как сама объясняют, по причине неадекватности его по жизни. Но эти качества оказались востребованы в его церковной карьере. Ну и по поводу оскорбления чувств верующих. Интересно, что такое заявляют даже священники-блогеры, которые в своих ответах на вопросы зрителей в прямом эфире, по отдельности признавали все то нехорошее, что показано в сериале «Монастырь». Поглумились и растоптали и наплевали на ваши вообще духовные религиозные чувства. Типа, да, есть такое в нашей церкви, все люди грешны и бла-бла-бла, друг друга тяготы носите и бла-бла-бла, а когда все это собрано в одном сериале и одно логично вытекает из другого «Это уже шок, честно говоря, это реально уже шок». То происходит шок. Странно. Священнику показали насколько ужасна та система, в которой он работает. Но эта система дает ему работу, зарплату, творческую самореализацию, духовный рост, и поэтому первая реакция бросится защищать эту систему. Это не зона, это монастырь, куда приходит спасаться. Понятно, что давайте просто элементарно объясню. А сознание приходит постепенно. Надеемся, что оно придет и сериал «Монастырь» будут показывать по телеканалу «Спас» с пожеланием смотреть всем, особенно новоначальним. Ну а на этом у нас все. Пишите в комментариях, какие еще научения и откровения вы увидели в сериале «Монастырь». Очень интересно нам будет почитать. «Монастырь»